Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня хотелось бы остановиться на прочитанном апостольском отрывке из 12 главы послания к римлянам. Одна из любимых тем разных посланий апостола Павла, это церковь как тело Христа, где каждый из нас его члены и, соответственно, это предполагает духовную единую семью, духовную общность тесную, где мы все объединены и одной верой, и одними мыслями, одними чувствами, единодушием. И, в общем-то, друг к другу мы призваны быть родными. Это, конечно, такой идеал, который вполне в нашей жизни не всегда достижимый, но, тем не менее, память о том, что мы рождены в одной купели крещальной, мы причащаемся из одной чаши, то есть в нас течет одна и та же кровь Христа, так предполагается, во всяком случае. И вот мы, таким образом, родственники друг к другу гораздо больше, чем это было бы, может быть, в семье, где связи чисто кровные, чисто наследственные и так далее. Вот об этом в сегодняшнем отрывке как раз и выражено. Вот, в частности, во-первых, и в других местах своих посланий, в других посланиях апостол тоже говорит, что если в одном теле разные члены, то они выполняют свою функцию, и они не могут себя противопоставлять друг другу. Они просто дополняют друг друга. Соответственно, не может там один член, там, рука сказать, от ноги, ты мне не нужна и так далее. Вот, и вот здесь, в этом организме церковном, который начинается с каждой клеточки, с каждой, скажем, приходской, местной общины, местной церкви, здесь то же самое. Поэтому у каждого могут быть свои дарования, свое какое-то место в этой общине и вообще место в жизни. Вот, каждый призван свои какие-то способности, какие у него есть, ну, употреблять на благо всех остальных. Вот, тем самым мы друг друга поддерживаем и друг другу помогаем. И поэтому апостол пишет, «Имеешь ли какое служение, пребывай в нем. Если ты учитель, пребывай в учении. Раздаватель, раздавай в простоте. Начальник не, начальству и с усердием. Благотворитель не, с радушием благотвори». И вот эта взаимная любовь будет у всех вас непритворной, то есть искренней любовь. Отвращайте зла, прилепляйте к добру. И вот кульминация этого всего, отрывка сегодняшнего, «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью». Это очень интересная фраза. Ее можно по-разному переводить. Греческий термин «филосторги» от слова «сторги». «филосторги» – это одно из греческих слов, древнегреческих, означающих «любовь». Но эта любовь семейная, оттенок семейный именно. Соответственно, один из возможных вариантов перевода еще «Будьте родными друг другу». «Будьте родными друг другу в любви». Именно как семейная такая нежность. Понятно, что семьи разные тоже. Отношения в семьях тоже не всегда бывают ровными, идеальными. Но вот что лучшее, то лучшее, что есть в семьях, вот именно такая привязанность, нежность друг к другу. В славянском тексте, кстати, стоит слово «любезный». Вот, значит, соответственно, будьте, как бы сказать, любезны друг другу. Но и неформальная любезность, конечно, непритворная любезность, как, может быть, в светском таком обществе, где царят нравы такие, как бы, хоть и внешне благопристойные, как бы, вежливые, но это все бывает покрыто некоторым лицемерием, к сожалению. Вот. А именно, пусть у вас искренняя нежность и любовь друг к другу, как это бывает в семье, в самых лучших таких семьях, где мы друг другу дорожим. Братья, там, кстати, родители к детям, дети к родителям и так далее. Вот. Вот предполагается, что церковь, именно семья в духовном смысле, где отношения даже еще могут быть крепче, чем в семье кровной, просто данной нам по воле судьбы. И вот разные комментаторы, и древние, и святых отцов, и более современные, скажем, они как раз подчеркивали то, что мы, во-первых, рождены в одной купели, мы, так сказать, еще одним миром мазаны, как есть такая поговорка, потому что, действительно, мы после крещения получили одно и то же мир помазания. Вот. Рождены в Святом Духе. Вот. Мы члены друг к другу, где течет одна и та же кровь Христова. Вот. Соответственно, мы, конечно же, родные друг другу, родные во Христе. Вот. И то, что будьте друг другу по-славянски любезны, предполагается именно искренняя такая доброжелательность, тактичность. Вот. Иногда можно в церковной среде тоже встретить такое немножечко грубовато-простоватое отношение, там, когда незнакомые люди начинают там и начальствующие, особенно, называть там всех на «ты». Вот. Как бы с таким... Немножко в этом есть какой-то элемент грубоватости, как бы вроде под видом простоты христианской, а на самом деле даже бывает, что и хамовитость некоторая в этом выражается. Вот нет, это все как раз в христианской среде должно быть исключено. И люди разные, в том числе и старцы духовные, как раз лучшие из них, всегда принимали разных людей к ним приходящих, именно с токсичностью, с уважением к личности, какой бы он грешный, грешник изначально не был, что бы он там ни натворил в жизни, но, в общем, с уважением к каждому человеку, к его образу Божию. Вот. И вот, например, как тоже комментирует это место святитель Феофан Затворник. Я хочу немножечко прочесть. Он всегда, особенно послание Павлова, прекрасно комментировал. Вот, пожалуйста, эта фраза. Он цитирует славянский текст «С братолюбием друг к другу любезни». Как выше, так и здесь апостол не заповедь любви пишет, а качество ее определяет. Там сказал, что она должна быть нелицемерна, искренняя, а здесь указывает, как она может быть таковой, определяя новые ее качества, именно родственные друг другу чувства. Ибо любезни, филосторги, указывает, собственно, на родственную любовь, а братолюбие из круга родственной любви выбирает братскую. Мы и по естеству братья, но, паче братья, по духовной жизни, рождены единой благодатью Святого Духа о Христе Иисусе, от единой матерней утробы Святой Купели, напоены едиными водами благодатных даров из единого источника мира помазания. Омываемся в единой бане, в слезных водах таинства покаяния. Питаемся единой нетленной пищей от единой трапезы, таинства причистого тела и крови Господа. В ком все это истинно и в силе совершается, те имеют себя в чувствах сердца братьями, без особых предписаний и напоминаний. И однако же, однако же апостол напоминает. Потому что в жизни непрерывное течение разнообразных случайностей, а около сердца и возрожденных навязчивой роей чуждых движений затуманивают светлый лик братской любви и обезображивают черты ее. Апостол рассеивает этот туман, твердя каждому из нас. Смотрите, вы, братья, относитесь же друг к другу, как относятся кровные братья. Имейте друг ко другу горячую любовь к братьям, приличную расположенность, блаженный Феодорит. «Вы, братья, вы произошли из одной утробы, то есть купели крещение, как у Феофилакта стоит. Следовательно, этим самым обязаны уже любить друг друга. Любовь должна быть у вас не только непритворная, но крепкая, горячая, пламенная. Что польза, если любишь, хотя искренне, однако же без горячности? Поэтому и сказал апостол, друг ко другу любезны, филосторги, то есть любите горячо, не дожидаясь, чтобы другой обнаружил к тебе любовь, но беги к нему сам и начни первый, тогда ты преодойтешь награду за его любовь». Вот, дальше как раз мысль апостола Павла говорится, что в почтительности друг друга предупреждайте, то есть точнее опережайте друг друга в почтении. Ну вот можно вспомнить, например, житие Марии Египетской, где Зосима, когда, так сказать, узнал, кто она, и она, соответственно, знала духом, кто он, вот они друг другу, значит, начали перед другом кланяться и просить у другого благословения. Мария просит у Зосимы благословения, говорит, я у тебя прошу благословения, ну и так далее. Но это как бы немножечко смешно, отчасти, может быть, выглядит комично, но тем не менее, вот такой пример. Вот не ждите, так сказать, кто первый там поприветствует, или там, начиная с таких вот мелочей, кто первый обратится, а сами идите там вот, и что-нибудь доброе, или приветственное слово скажите. Вот начиная с таких вот даже каких-то вот мелких, но достаточно приятных вещей. Сами вот эти вот делайте друг другу приятное. Вот, ну и дальше, конечно, имеется в виду, что и в скорби будьте терпеливы, как напоминает апостол, постоянно в молитве, в нуждах святых принимайте участие. Святые кто такие? Это мы все христиане. Так в Новом Завете именовались все христиане, христиане, все уверовавшие во Христа, святые. Вот, и в нуждах христиан, то есть, ваших братьев и стёп, принимайте участие, соответственно. Вот мы друг другу члены, напоминает апостол, в этом едином организме, в этом едином теле. Ну и очень важный вывод этого отрывка, конечный, благословляйте, гоните гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Опять же, даже в общине, в какой-то, может быть, иногда кто-то недоброжелательно к нам относится. Это имеется в виду, опять же, отношения чисто церковные. Вот, бывают недоразумения, бывают недопонимания какие-то временные. И вот, чтобы это пережить, важно очень не умножать эти негативы, эти ненависти. Вот мы призваны благословлять всех наших обидчиков и недоброжелателей. Изначальствующих, в частности, что иногда нелегко делать. Вот, как он там, епископ, иной раз что-нибудь запретит, как он священника, вот, незаслуженно. И такое бывает. И касается, конечно, это не только церковного круга, но и вообще более широкого круга. Вместо того, чтобы роптать, вместо того, чтобы негодовать и желать зла кому-то, вот, предаем это все в руки Божии. Если Бог дает им какую-то силу и ограниченную власть, наверное, это совсем не случайно, а просто мы не всегда понимаем, почему это. Вот, не всегда можем это дойти рационально. Вот, но если он дал жизнь и ему, нашему противнику, и мне, вот, если какие-то недоразумения пока существуют временные в нашей жизни, вот, если даже он поступает со мной несправедливо, и мы это не можем исправить, вот, предаем это в руки Божии, как еще в Ветхом Завете сказано, во второзаконии. Мне отмщение я раздам, говорит Господь. Тем более, в христианском смысле мы призваны, хотя бы даже через усилие воли, если у нас нет каких-то чувств добрых пока еще, к обидчикам нашим, вот, все равно их благословляем. Это очень важно. И если мы хотя бы будем делать усилие воли в этом плане, то тогда, может быть, и придет и большее сочувствие, и большее понимание, почему они так делают, и большее жалость к ним хотя бы. Вот, с этого начинается любовь, в том числе, к врагам. Она не может быть, и не обязательно будет такой, как нашим дорогим друзьям, или вот в той же семейной или общинной жизни, но очень важно именно не проклинать, а благословлять в том числе наших недоброжелателей и врагов. Аминь.